Ваша композиция «Ешь, молись, люби» у нас в тройке лучших в ТОПе 20. Боже мой, как приятно! И, конечно, нам, девушкам, очень бы хотелось узнать, ну, даже никому конкретно она посвящена, но что вдохновило вас на написание этой композиции? Вы знаете, я человек, который, ну, любой творческий человек реагирует на всё, что происходит вокруг него. То есть это какие-то фильмы, это прочитанные книги, это, я не знаю, рассказы подруг, друзей, это всё. Не обязательно это должно быть что-то личное. Нет, в личном смысле у меня сейчас как раз всё хорошо, и моя, скажем так, творческая история никак не имеет никакого отношения к тому, что у меня происходит в личном плане. Вот. Это книга, это книга, это фильм. «Неж, молись, люби», по которому была написана вот эта песня. Режиссёр клипа был просто поражён вашими именно актёрскими данными. Расскажите, пожалуйста, может быть, в скором времени мы вас сможем увидеть и на большом экране? В качестве актрисы, вы знаете, мне бы это было очень интересно. Другой вопрос, где найти на это время, поскольку, ну, действительно, сейчас такой график, что это сложно. Но я бы не отказалась, честно говоря. Правда ли, что вы займёте место ёлки в качестве судьи на конкурсе на Украине? «Х-фактор»? Да. Я уже там в течение... У нас всё позднее, в Латвии всё позднее показывают. Я в течение месяца уже, мы уже набрали участников, и я действительно сижу там в качестве одного из членов жюри. И я заменила ёлку в этом проекте. Вот. И чем я очень-очень-очень-очень довольна. Да, мне нравится, но это тяжело, бесспорно. Тяжело – не то слово. То есть вы считаете, что членам жюри сейчас нелегко? Вы знаете, вообще не суди да не судим будешь, потому что это не только физически тяжело, это тяжело морально. А всё, что тяжело морально, оно гораздо тяжелее, чем физическое. Это всем известно, и я думаю, что ни для кого сейчас не будет это откровением каким-то. Когда ты говоришь человеку «нет», это практически, можно сказать, ну, такое, это вершит судьбы. Это ужасно. И когда ты понимаешь, что человек уверен, абсолютно уверен в том, что он гениален, а он не гениален. И ему люди говорят, компетентные люди, которых не просто так посадили за этот стол жюри. И они говорят «нет», это трагедия. Особенно, когда 15, 16, 17, 18 лет, когда формируется личность. Для меня это самое страшное, самое сложное, и мне это даётся очень-очень и очень нелегко. Поэтому для меня это сложно, крайне сложно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!